Всем ДВС, друзья, меня зовут Сергей Лав И сегодня на канале будет игруха Волт Флиппер Наверное, она многим знакома По крайней мере, в Дискорде мы её обсуждали Когда она вышла в сентябре, то ли в конце августа Я был уверен, что я по ней ролик делал Но чьи-то я, честно, не нашёл Может, я, конечно, косой Я его всё-таки делал, но... Но не нашёл Такое ощущение, что в итоге пообсуждали мы пару-тройку дней Волт Флиппер в Дискорде И я в итоге забил Ролик делать, ну и на игруху тоже забил А тут решил вернуться, потому что Ну, Ревайт Вич Ну, всё про Ревайт Вич я рассказал В соответствующем ролике, в третьем И, я думаю, плюс-минус всю картину Обрисовал. Ну, там пиксельная графика Пиксельная графика с чем Ассоциируется? С Гвардиан Тейлз и Волт Флиппером В Гвардиан Тейлз я тоже Пытался вернуться, но чё-то игра вообще Не то, прям вот со всей силы не то Хотя в неё люди играют И вроде как какой-то онлайн она продолжает удерживать А вот Волт Флиппер, в общем-то Ну, очень похож в том плане, что Ревайт Вич автоиграйка, да, на 5 минут в день И Волт Флиппер тоже автоиграйка Но только на побольше минут в день Что на самом деле минус, как по мне Потому что что-то ждёшь от игры, в которую ты просто зашёл Но автоматически она что-то сделала И ты вышел Ну, то, что это, ну, на 5 минут, да Но только тут один бой может длиться минуты 4 А их тебе нужно отфармить десятку в день Ну, там, ладно, где-то десятку, наверное, в день И, в общем-то, это целый час в день автоиграйки И, с одной стороны, это слишком Уже многовато для автоиграйки Потому что это целый час Телефон должен лежать и что-то делать Да, как будто, блин, биткоины он там майнит А, с другой стороны, это недостаточно много Чтобы на компе эмулятор запускать Как и в Apex 7, да, и чтобы это На эмуляторе отфармливать Ну, то есть, это такое вот Как по мне, не очень Соотношение Время в игре проведённое Можно было бы, наверное, сделать всё чуть-чуть быстрее И, кстати, здесь нету автобоёв полностью Ну, в плане автобоей есть Нету автофарма Чтобы ты выбрал так вот этот уровень Десять раз в фарме Запустил и всё, и забыл Нет, каждый, блин, раз перезапускать надо А вот в Apex 8 такое есть Вот, тем не менее Вроде как, вроде как Вултфлиппер игруха оковая Опять же, в неё спустя, там, сколько Месяца два, как она вышла на Глобале Всё ещё играют Да, популярность у неё очень высокая Ну, потому что Есть, я думаю, на это причины Опять же, сама по себе игра автоиграйка Графика здесь не вауская вообще То есть, вот, пиксель графика здесь мне нравится Значительно меньше, чем в Вичке В Вичке она просто супер балдёжная Здесь она, ну, просто пойдёт И арты, персонажи здесь тоже Наверное Не то, чтобы прям одни из Блин, на ум идёт фраза Одни из худших Гайч, которые я играл за последнее время Пробовал Но их нельзя назвать плохими Они просто какие-то, знаете, вот Ну, вот Они какие-то упрощённые, мультяшные Какие-то мини-детализированные То есть, они вроде бы приятные Глазу нельзя сказать, что они плохо выглядят Но они не торбо к уровням Да, я бы поставил там средняк Средняк минусы даже Ну, просто всё-таки 21-й год на дворе Чё хотите Ныне несколько другие стандарты Всё-таки по визуальному оформлению А здесь всё как-то так Простенько, мультяшно Но, опять же, в свою Листику оно попадает Но, вот, всё-таки Не вызывают здесь арты Какого-то такого Слюноотделения И желания симповать Адова Вот, получается, что игруха такая Я в неё потыкал И вышел Собственно, по-моему, я в Дискорде говорил Что, блин, World Flipper Такая игра, что вы его попробуете Дней пять поиграете И, скорее всего, забросите Ну, вот так вот Ну, просто реально не в чем, ребят Совсем играть И приходится Ну, хоть во что-то А в Геншине тоже делать как бы нечего Вот, ладно Что с World Flipper И почему я вообще за него ролик тут завёл Я говорил в ролике про Вишки Что, вот, было бы в Вишке Тимбилдинг Как в World Flipper Потому что, на самом деле Самое главное, вот Sellpoint, так скажем Для игры Это тимбилдинг Вот, серьёзно Это, наверное, самая мякотка То есть Там кто-то в бой хочет, да? Нет? По-моему, кто-то в бой хочет Осепнуть его, что ли? Подавайте, осепнем Там, соснём сейчас Лососнём тунца Но заодно на фоне что-нибудь будет А чё я ради не могу прожить? Кст А, вот это вот так, что ли? Да, так оно работает Хотя он, по-моему Чё-то, чё-то какой-то Ну, бас меня куда-то позвал Хотя я сам вчера был 22 уровня Какого-то Вот Но прикол в том, что я свои пати Я вот тоже так поиграл Вчера пофармил Там просто был квест 20 нужно какого-то миссии отфармить 4 дня осталось Не знаю, как он там стартанул Вот Я просто фармил куб миссии На пофиг Там выбрал какого-то босса Второй сложности Тьмы Ну, там Стихии тьмы И вот фармил Зывал вообще просто Кого попало, да То есть Завязываешь, кого попало И заходили лечебы Там 60 Почти 70 уровней Я даже набивал больше Урона, чем они Своей пати Так что пати у меня не такая плохая Собралась Но об этом, наверное, ещё поговорим Так вот Селлпоинт Это тимбилдинг То есть Всё остальное Ну да Игрушка оформлена В нестандартном виде То есть Это пинбол Вы сейчас всё увидите Если вы не видели, кстати Как это всё происходит Но В 99% случаев Автобой играет лучше, чем вы руками Это не значит Что нельзя играть руками Ну просто Я не вижу лично в этом смысла Да и опять же Как по мне Оно того не стоит Да Потому что это всё гринд И так далее Там подобное Вот И соответственно Ну Ребята Вы представляете себе пинбол И вот это Пинбол гача Ну трудно было Наверное Такой представить Но японцы смогли Представить Придумать И даже Реализовать И Это даже на самом деле Весно В какой-то степени Да То есть Если вам нужна Какая-то автоиграйка По-моему На эмуляторе Тоже работает Чуть хуже Чем на телефоне На телефоне У меня идеально Всё гладко Ну в общем-то У меня все игры Гладко Кроме Геншина Геншина единственная игра Которая у меня Не работает Адекватно на телефоне Вот И я туда могу Только зайти И артефакты Посмотреть Правда Я уже не обновлял Версии 3 Наверное Надо было обновить Он ещё и весит Там полтелефона Занимает Больше По-моему С такое себе Удовольствие Держать его на телефоне Вот А всё остальное Работает конечно хорошо Но эмуляторы Сами понимаете Есть эмуляторы Кстати там Вроде как На 11 Винде Можно вообще Без эмуляторов Запускаться Андроид приложить Ну просто Встроили эмулятор В саму винду И я не знаю Вроде я что-то слышал Что там Прям вообще Всё чётенько работает А может быть Я это не правильно слышал Вот Ну у кого Может быть Есть 11 Винда Можете написать Как у вас там Эмулируется оно Или нет Ну правда Там конечно Тоже есть свои Специфика С этой 11 Виндой Но сегодня Разговор не о ней Вот Короче В чём прикол Тимбилдинга И почему он прикольный То есть вот Если вы думаете Стоит ли играть Или не стоит Наверное Вот По-моему Мы эту миссию Вообще не пройдём Да То есть вот Все Все челы сдохли Я тоже уже еле живой Давайте отсюда Свалим Потому что Там Боссу сняли Ничего И ничего Давайте лучше пойдём Знаете Фармить Шоколадного Какого-то Зайца Ласкового мерзавца Там по ивенту Можно Ну сейчас Ивент на него будет Какая-то Сава Блин Не сава Не знаю Феникс Какой-то Шоколадный Вот Из-за него Там можно Купить Какие-то Итанки И пробудки Для персонажей Что Ну Оружка Там вроде Вообще нормально Как раз таки На Вот На Стихийку На мою Ветер На ветреную стихийку То есть Что здесь вообще есть Вот эти штуки Насколько я понял Дубликаты Они особо Не нужны В игре То есть Вроде бы Сотый уровень Максимальный Но я просто Не видел На скринах Больше сотого уровня У кого Засрывай Что-то максимум И В зависимости от редкости У персонажей Есть кап Уровней Свой Там У Трехзвездочных персонажей По-моему кап 60 уровней Базовые Там У Четырехзвездочных По-моему 70 или 75 У пятизвездочных Самых редких 80 Но вы их все можете До сотки Анкапнуть И вы это делаете Либо дубликаторами Либо такими Хроновинами То есть Это для трехзвездочных Для четырех И для пяти Соответственно Вот один я такой купил Надо бы еще второй Ну Ну я подозреваю Они где-то фармятся Все-таки То есть Это не какая-то там Все-таки Хрен достанем Потом есть вот такая Ивентовая пушка Да Это ребят пушка Здесь местная И она как раз таки Вроде как Для ветреной команды Подходит То есть Как работает Каждый раз Когда комбо достигает Тридцаточки На 10 секунд Увеличивает Урон скилла На 30% На ветреных персонажей И еще плюс 5% ХП Добавляет Но это на первом уровне То есть У нее еще есть пробивка Да Вот это вот Ранги Но эти ранги Вот тоже Здесь же Они апаются Вот Это можно все закупить И все проапать Эта штука Для там Короче Скиллы Персонажу точить Это тоже На прокачку скиллов Ну и тут Это все по стихиям Просто разбито Хотя тут Только водный А это Икспа вообще Это мана Тоже для скиллов Это просто Стаминокс Это Кстати Хрен знает Что это А тоже Для мана борда Это тоже Для прокачки скиллов Вот эта Фигня То есть Тут только на Как раз таки Ветер И на Воду Только на 2 На 2 этих элементах Продаются В этом шопе Штуки Но в общем-то Самое главное Подарочки Нафармить Хотя бы пробудку Вот эту взять Каждая пробудка 5 уровней добавляет Соответственно На 3 уровень Нужно будет больше Этих корней пробудок Чтобы замаксить До соточки На пятерку меньше Но соответственно На пятерку и до статик Сложнее Подозреваю Вот Ну а рушка Не знаю Может быть она на самом деле Говно Потому что для моей команды Рекомендуют Вот этот лук Использовать практически везде Там еще есть Короче у команды Душа Ну ладно Давайте об этом позднее Давайте запущу Бой И плюс-минус О команде расскажу В чем здесь Приколдоса Вот Здесь есть разные Архетипы команд Казалось бы Да Пинбол Какие архетипы команд Алло Ты что там Сумасшедший что ли Из дурки Ну выходишь на связь опять Ну на самом деле Ребята Действительно В игре есть Разные архетипы команд Есть команды Которые работают Через урон со скиллов Ну вот Только что я вам Пушку показал Да Там написано Видели что урон скилла Увеличивается Как только вы набираете Комбу Есть команды Которые работают Через пауэрфлип Пауэрфлип Я вот кстати Вот этот момент Уже забыл Спустя два месяца Естественно игры Но вот по-моему Это накапливается Вот этот вот заряд Да То есть как только я там Что-то комбую Да Вот эти вы видите Не знаю Как эти штуки называются Ну вот эти палочки Они как видите заряжаются И вроде как Вот видите там Пауэрфлип И вот Это и есть пауэрфлип Что-то типа такого Вроде бы Насколько я это сейчас понял За вот вчерашний вечер Ну вот И соответственно Вы Разгоняете Вот этот урон пауэрфлипа У себя У команды И У меня команда Кстати Я не знаю Есть еще в других стихиях Такие команды Но у меня она называется Как Комбофлоуд Команда В чем ее суть Суть в том Что я разгоняю Комбо То есть Вот видите До того как Персонажи падают Обратно И нужно их Опять подбрасывать До того как Они касаются Этих палочек Они набирают Комбухи И вот собственно Моя задача Набирать эти Комбухи До тридцаточки То есть У меня пока что На самом деле Нету душ Не проставлено Но они бафаются То есть каждый раз Когда я набираю В чем суть Каждый раз Когда я набираю Комбо 30 Я получаю Баф атаки Который Ну вот На протяжении Всего боя Остается Да Там Два процента Максимум Сам ставишь Таких Несколько пушек И они Каждый тебе Эти стаки Накапливают И соответственно Прикол Дос в том Что мне Как раз таки Стаки Набирать Постоянно И регулярно Почему В названии Есть флоат Это Есть такая штука Как левитация В игре Такая механика Она Активируется Скиллами В чем суть Левитация В этот момент Персонажи Не теряют Скорости Когда летают То есть Они как будто По льду Вот так вот Скользят Туда сюда И что то еще По моему Дает Левитация Ну и опять же Есть естественно Скиллы Эффекты Которые там Плюс урон Если ваши персонажи Находятся в состоянии Левитации И так далее И так подобное И соответственно Я разгоняю Все Что можно Разгонять Связанное с комбами И состоянием левитации Соответственно Поэтому команда Называется Комбофлоат Да То есть она построена Вот на этом Аспекте Есть Можно загуглить Табличку Экселевскую С командами Опять же Игруха вышла На Японии Вроде бы Все-таки Там На Чуть-либо Год раньше Поэтому Уже все Команды Известны И что будет В будущем Тоже известно Кстати Насчет будущего Я вот это В ролике Про Вичку Говорил Но вроде как Разрабы Запостили Такую тему Что они Собираются Выпускать Контент На Глобал Одновременно С Японией С учетом Того Что игра Как бы Отстает На год Мотивация Простая Игроки Слишком Хитрожопые Мрази И Они Используют Информацию С Японии Для того Чтобы копить На нужных Самых метовых Персонажей Они нужных Не покупают Да И вот Чтобы этого Избежать Чтобы из игроков Больше денег Как-то Выдавить Чтобы Тоже Был Ажиотаж Типа О Новый Персонаж Надо Гайфить Все кричат Что это Круто Классно Про любого Нового Персонажа Любят кричать Что это Круто Классно И хайпить И вот Чтобы На эмоциях Как-то Игроки Больше Вдоначивали Импульсивно Хотят Выпускать Контент Одновременно Ну Мотивация Понятно Но я С другой Стороны За Такое Хотя Это будет Катастрофически Максимально Неудобно Сейчас Для Фритуплея На Глобале Потому что Не знаю Скорее всего Контент Будет Либо Дико Догонять С которой Мы Отстаем Либо Будет Выпускаться Одновременно Новый И при этом Еще и Догонять Старый То есть Ну В общем Фритуплея Здесь будет Очень Очень Сурово Вот этот Вот Период Какой Бол Ни был Догонянием Вот Но С другой Стороны Будут Классные Эмоции Да Я Потому что Эту тему Поднимал В роликах Принцесс Коннект И это Упоминал В ролике По Вичкам Что Блин Когда у тебя Есть план Капкан На год Два Вперед Это конечно Классно Ты действительно Можешь Менеджить Все свои Ресурсы Но Эмоции Ты от игры Вообще Перестаешь Получать То есть Обратная сторона Медали Что Ажиотажа Какого-то Азарта Ты не испытываешь А вроде как Гачи Это как раз Игры про азарт Про какие-то эмоции Про что-то О там вышел Новый персонаж А тут У тебя нет Эмоций Потому что Ну ты знаешь На два года Вперед Что выйдет Ну да Вышел новый персонаж Я как раз Таки 7 лет На него копил Сейчас я его Загофирую Полностью там Соберу там Все пробудки Возвышение И вот это все Да Ну и что То есть Это прокликиваешь Вот как В Принцесс Коннекте Наверное Один из поводов Почему я забросил Принцесс Коннекте Да То есть Я собрал Я забыл Кстати как она Заназывалась Этот персонаж Что-то уже Ну память Сами понимаете Нет у меня никакой Лимитка там Какая-то вышла Да То есть Я его прокликал Получил Да круто Но вот вообще Не испытал эмоций Что я собрал Какую-то крутую лимитку Потому что Ну я знал С самого старта Первого дня игры Что она там будет И я на нее Откладывал И как бы Это было все Ожидаемо Прогнозируемо И других вариантов Быть не могло Вот Чем в общем-то Мне такие игры Не нравятся И вот это Один из поводов Почему я забросил Арк Найдс Потому что Ну блин Когда Даже полгода отставания Это слишком много За полгода Уже все известно И тоже уже Просто играешь С прицелом на будущее И это Очень Очень Не очень Для гачи Лично мне Это не приносит эмоций А как бы Ну игры должны Приносить удовольствие Все-таки В конечном счете Да Вне зависимости Там Гачи Ты не гачи То есть Ты можешь гачить Всех турбоперсонажей Но при этом Не получать удовольствие От игры Или там Получить одного из десяти Но зато радоваться До жопы Понятно Нравится Да Вот чем мне нравился Epic7 Да То что там Как бы все в онлайне Происходило Чем мне нравится Genshin Да Нет такого Что мы там знаем Сильно далеко наперед Ну да Есть Slim Который на один патч Там что-то тебе дает Но один патч Там тебе Ничего толком не дает С точки зрения Прогнозируем Прогнозов Да Ты за один патч Ничего толком не накопишь И так далее И так далее Подобное Вот поэтому тоже Можно сказать Что все в онлайне происходит Чем мне очень нравится Я вот предпочитаю Такие игры сейчас Я думаю Я с этим определился Так скажем Если раньше Я еще вот не знал Не был уверен Потому что Арк Найтс Тоже было не особо Это понятно Но Принцесска Мне однозначно Показала Что нет Это все полный тухляк Вообще Игра убивает с этим Да Можно не смотреть Эти данные Играть в свою игру Сидеться закрыв глаза Но сами понимаете Ты сидишь Закрыв глаза А все на сервере Играют Ну метовые челы Как бы Помеются Да И ты не можешь Быть компетентив У игроков На равных с ними Если только Ты не заливаешь Деньги в игру Чтобы компенсировать Свои Им простой Вот это Блайн Да режим свой Блайн Гачи свои Вот ребята Такие дела Но как это будет Еще неизвестно Да Поэтому Посмотрим Вот Что известно Это команды Давайте к ним вернемся Кстати Менюшки здесь Ну на самом деле Достаточно удобные Но Когда вы начинаете играть Лично меня они Дико дезориентировали Не особо интуитивной Понятностью своей Но на самом деле В принципе Все просто Короче Команда у меня Строится Опять же Да Вот я на самом деле Тему тут поднял За тимбилдинг За архетипы Блин Че-то он так долго На эмуляторе грузится Вот Короче В чем прикол Есть в игре Еще и стихии То есть там Вода Огонь Ветер Цвет Тимбилдинг Вода есть Да Вода есть Вот Соответственно Мало того что есть архетипы Есть еще разделение по стихийкам Стихийки дают вам бонусное Рой Как если у вас преимущество стихии То вы получаете на по-моему 15% больше урона Или что-то типа такого Соответственно против каких-то мега боссов Вам выгодно собирать одну стихийку Против других другую Ну Как очевидно Вот И Соответственно В команде в основном персонажи будут вашей выбранной стихии И Вот В вичках этого не хватает Да Как я уже говорил Там просто есть мета персонажи Да Турбо персонажи И по сути дела Они все закроют То здесь так не прокатит То есть Здесь вы будете собираться Да блин иди отсюда Здесь вы будете собираться именно команду Вокруг каких-то конкретных персонажей То есть Есть так скажем Кор персонажи В архетипе И в архетипе И в стихии Вот так вот определено Да То есть это два ограничения И вот есть у вас персонажи Которые вот Определенные стихии И подходят Он под определенный архетип И вы от этого будете свою команду строить Они просто накидывают всех самых крутых персонажей Я правда примерно так и сделал На самом деле нет Мне просто повезло Тут все хорошо так Сочетается Я зареролился Да Я реролился в этой игре Правда не первым аккаунтом Я сначала стартанул такой Что-то болт подзабил Но потом Зажатажился Что-то смотрю Там народ реролится Там метовые персонажи И я зареролился все-таки Мне выпал просто вообще Карт-бланш Вот этот персонаж считается Одним из топовых Он даже на Японии сейчас В общем-то катируется Спустя там год Вдумайтесь в этом То есть он Нормич Нормич Очень сильный Вот Правда опять же В секретных файлах Пишет Что на старте Не очень пати с ним Получается То есть там Рейсинг групп Команд Там Б А и А плюс И вот это А Через нее На А команда Получается не А плюс Хотя Персонаж метовый Турбовый Но команда только на А с ним Получается Не хватает других Ключевых персонажей Чтобы команда сложилась Хотя может быть уже Какие-то из них вышли За эти два месяца Которые я пропустил Но я что-то пока Не успел Этим поинтересоваться В любом случае Загачить у меня их Нет возможности Вот Короче Этот персонаж идет Как раз таки Вот В комбофлоу Команду То есть что вообще Есть у персонажа У него есть Скилуха То есть Вот если вы заметили Внизу есть Три таких вот Шкалика Это заполнение Скилла Скилл коснуется Сразу двумя персонажами То есть у вас Словно говоря Есть основной персонаж И Вагон к нему То есть у вас Команда 6 персонажей Три главных Три вагона Три дополнительных Соответственно Ну Условно говоря Заряжается У одного персонажа То есть Конструкции Мейн Плюс Вот этот вот Довалочный Соответственно В этой комбите Вот Дальше Есть лидерский навык Вот собственно Наверное Вокруг этого И строится Сама команда Потому что Лидерский навык Он может быть Только один Это Самый главный Ваш персонаж Первый Да В первом слоте Который стоит Мейн Главный Вот Соответственно Здесь вот что Оно мне дает Когда Моя комбука 10 или больше Плюс 60% Атаки Ветродным персонажем Правда Здесь еще приписано Еще 40% Атаки Ветродным персонажем Я подозреваю Это сумма 100 Просто Здесь нет ни запятой Ни плюса Какого-то Почему Почему оно разбито На две строки Не знаю Если кто-то шарит Больше в игре Можете написать Но вот Судя по всему Это 100% Атаки Когда комбука Больше 10 А это на самом деле Вообще за бейте Набивается Да То есть Десятка Практически всегда Есть Ну там Большая часть Деми То есть Ты запустил Чуть-чуть Они там Потыкались Десятка Вот 100% Атаки Вот Соответственно Как вы понимаете Логично Что мы будем Отыгрывать от комбука Дальше Есть Обилки Обилки Три штуки Опять же Две Работают Вообще всегда В какой бы слот Вы персонажи не поставили Третий Работает только Если персонаж Стоит мейн персонажем Соответственно У вас там Опять же Нужно думать Какого персонажа Поставить в мейн То есть Какую вот эту Третью обилку Вы хотите Которая ценнее А может быть Этого персонажа Например Стоит поставить В саппорт слот Потому что В принципе Его третий скил Максимально бесполезный А вам нужны Именно его первые Два скилла Вот И вокруг этого Все и строится И опять же В команде Есть какие-то Ключевые персонажи Без которых В общем-то Архетип не работает Опять же Сейчас проблема В том Что персонажей Мало достаточно В игре И Вот как я уже сказал Например Эта команда Комбофлоат Она сильная Она даже на старте В общем-то нормич Но не хватает Ключевых персонажей И заткнуть эти позиции Нечем То есть Нельзя просто Заткнуть любого Рандомного турбо персонажа Который О! Заставит архетип Работать лучше Да То есть Вы понимаете Как единый целый механизм А не просто Набор крутых персонажей Что очень круто Да То есть Действительно Воспринимаешь команду Как команду Как механизм А не просто Наборище Какой-то Как вот Вички Да Вички просто там Ну танк-танк То есть С чем он там может Как-то особо Комбинироваться Да ни с чем Да Он просто как бы Туша И все Хил-хил Он просто хилит Там нет каких-то Хитрых механик Которые позволят тебе Какие-то архетипы отыгрывать Прикольные Да Это вот с Арканайцем Опять же В ролике Вички я говорил Конечно аналогия Очень такая Прозрачная Здесь вы понимаете Да Но там тоже То есть У тебя вот есть Конкретный какой-то Вот карта Которую надо пройти У тебя есть конкретный ролик Который нужно на этой карте Заполнить Чтобы ну справиться С задачей Там например Тебе нужен АОЕ снайпер Да И ну ты можешь 10 супертанков взять Но они не АОЕ снайпер Они не сработают Да То есть И сразу же ты предпочешь Взять там Трехзвездочного АОЕ снайпера Чем там Пятизвездочного Какого-нибудь Другого персонажа С другого там Архетипа Который не сработает На этой карте Совершенно Хотя он там Редкий Крутой Метовый И так далее В общем выполнен И здесь такая же борода То есть Здесь Ты Отыгрываешь От того что есть Здесь конечно Надо сказать еще Вопросы гача Да Вопросы отыгрываешь И так далее Там подобное Есть во всей этой вот Бочке мёда Крутости и прикольности Игры Ложка дёгт Знаете она монетизация Но Смотрите в чем прикол Вроде как Вот Кого не спроси Тебе все скажут Что Игруха достаточно Фритоплейная И в общем-то Нежопная И вроде бы Действительно так Но По факту Вы получаете Где-то 10 круток В месяц 10 Ребят Круток В месяц Правда В игре Очень высокие шансы 5% Это наверное Одни из самых Высоких процентов На Самые редкие персонажи Обычно Где-то 2-3% Все крутится Вот Я тысячу лет Уже не видел гач Который выходит За пределы Этих 2-3% Ну Геншин исключение Потому что Ну там в принципе Вам Конские делдаки Засовывают Во все дыры Разработчики Но это же Геншин Вы все равно сожрете Да А куда деваться Потому что это же Геншин Ничего другого нету В такой весовой категории То другие игры Себе такого позволить не могут Да И они быстро разгибаются Вот Здесь же 5% Но Здесь круто Весяц И нет вообще никаких гарантов Прикиньте Ни гаранта Банерного персонажа Ни вообще гаранта Просто 5% И все И как хотите Соответственно Это прям Вообще Казино полнейшее Мм С другой стороны Как я уже сказал Я давненько таких игр Не видел На самом деле На состоянии 2021 года Погачим Фактически Банерные гаранты Это де-факто Стандарт И этого нет Только в максимально Ущербных играх И максимально жадных Да И кешграбах По факту Вот любую игру Какой ни возник Которая выходила За последние пару лет Везде есть какие-то гаранты Кстати в Аркнайце Нету Но Но Там несколько другая Ситуация Вот Там Нет практически лимиток Хотя сейчас уже Их там больше На самом деле Но в целом В Аркнайце Монетизация одна из лучших Вот Там достаточно много Тебе просто валюты дают И так далее И тому подобное Но это тема Аркнайца Да Но вот Это одна из таких Немногих игр Которая не было Гаранта И вот вам еще одно Да То есть Если вы хотите Прям максимально Фул казино Что вот вы 10 круток Собрали И может быть Вам что-то выпадет Раз в месяц Может быть раз в 3 месяца Вы всего лишь получите Какого-то пятизвездочного персонажа А может быть раз в 4 или полгода Будете ждать пятизвездочного персонажа Кто знает Кто знает Это казино Вот Но шанс все-таки достаточно высокий На самом деле 5% Вот Поэтому Это И плюс и минус В какой-то степени То есть Такой очень специфичный плюс Да Когда вы устали от гарантов Вот этих устали от Ну вот я накопил 120 круток Мне этого хватит Накопил 160 круток Все Возьму любого персонажа Которого хочу Если вы от этого устали Добро пожаловать в World Flipper Здесь вы Соскучитесь очень быстро Поэтому Ха-ха-ха Вот Короче Как я это К чему это все начал К тому что Как вы понимаете Заполучить все подряд И все что вы хотите Не получится А получится получать только Ну что получилось Да Великие цитаты Сереги И соответственно Вокруг этого Вы и будете пытаться Что-то делать Вот Почему же игру считают Фьюту Плейной достаточно Потому что на самом деле Вам не обязательно Иметь 6 пятизвездочных персонажей В команде Чтобы эта команда Разрывала весь контент Там как правило 1-2 пятизвездочных персонажей Всего лишь в команде А остальные Это 4-х и 3-х звездочные Но подходящие Под архетип Естественно Вот И в общем-то Для моей команды Вот Целти Ее достаточно Все остальные персонажи Могут быть 4-х звездочные Чтобы команда работала Так же Как Есть другие персонажи Конечно Есть персонажи Которые Вокруг которых Не строится архетип Но которые Просто усилят Какую-то команду Ну Надо естественно Крутиться Под какие-то Ключевые персонажи Вот Давайте вернемся К архетипу К скиллам И вот этому всего В общем Вы поняли Это вот эти два фактора Они друг друга складывают И Создаются достаточно Интересные ситуации Как вы поняли Потому что вам падает Например огненный Там какой-то Турбометовый персонаж И очевидно Вы хотите построить Вокруг него Какую-то команду А он не просто Работает в любой Огненной команде А только в конкретном Архетипе Например Там в каком-нибудь Powerflip архетип Да И то есть Вы такие Блин Ну вот надо искать Что-то Что будет подходить Под Powerflip И начинаете от этого Строить свою команду То есть Это вроде бы И ограничение С другой стороны Это стимул Как раз таки Ну как-то вот Кумекать Что ли С чем поиграть И как бы построить Вокруг того Что есть Какую-то команду И думать Что бы попробовать Получить Следующим Чтобы не знаю Либо какую-то Другую команду Попробовать собрать То ли свою До усилить И до собрать В общем Вы правильно Короче С этим разобрались Дальше Есть вот такой чел Кстати Там можно стрелочками Просто переключаться Я сейчас так и сделаю Я под это вот Реролился То есть вот Целти и вот этот чел Это были мои По-моему Рерол персонажи Я вот точно не помню Как оно все происходило Но Я зареролился В две пятерки И Буквально там Еще 10-20 круток Сделал Или 30 Ну короче Вот стартовые какие-то там Гемы прожал И мне выпадает Еще третья пятерка Вот Соответственно То ли вот этот чел То ли там Тянка какая-то выпала Но этот чел Топовый Прям вообще Мега гипертоповый За тьму Он не особо Подходит в этот архетип Но я так То что предлагает Секретная Google Таблица по командам Там Трехзвездочные персонажи В саппорта Я попробовал Сначала Вайрон стоял Я попробовал То что советуют И что-то мне показалось Потом попробовал Еще раз обратно Вернуться на Вайрона И мне показалось Что с ним все-таки урона Больше получается Потому что он просто Реально жесткий Ну он такой чел Который подходит Практически куда угодно То есть Есть все-таки Универсальные персонажи Но тоже Опять же Условно все Всех деталей Не передать Куда подходит Кто куда не подходит Почему Надо смотреть Вот Почему он подходит Ну лидерский скилл Не смотрим Его скиллуха Что делает Короче Когда Дает На какое-то время Увеличивает атаку И дает пирс Пронзание Всем союзникам Ну вы могли заметить Когда был бой Там такой вокруг меня Аура появляется Синяя И персонажи Во время пирса Они начинают Проходить сквозь врагов Не отскакивать от них И как мне кажется Вот как раз таки Пирсинг Вот этот вот С флоутом Очень неплохо сочетается То есть С одной стороны Я начинаю летать По всей карте Не теряя скорости Вообще Да как по льду Скалежи туда А с другой стороны Я не отталкиваюсь От врагов А проскакиваю И получается так Что я прям вообще Насквозь лечу И там просто Тысячи миллионов уронов Всем влетают подряд И я как бешеный Нашусь Просто по врагам Да Мне понравилось Вроде бы совершенно прикольно Вот кстати у скиллов Есть свой вот этот вот Скилл гауш Это чем больше Тем быстрее скилл заряжается Насколько я понимаю И насколько я понимаю Берется там Что-то среднее Между мейном и саппортом Ну или какая-то там есть Наверное формула Но вроде как Надо посчитать Надо посчитать Я считаю Но мне кажется Что среднее просто То есть складывается И делится на два Дальше Лидерские Что у него скилл дают Просто 45% Атаки дарк юнитом Вокруг него Можно построить Дарк тиму Но сейчас С дарк юнитами Все достаточно печально Ну опять же Таблича по ходу дела Не обновлялась С релиза Но вот на момент релиза Все печально В перспективе Дарк команда Будет конечно там Прям вообще Турбо жопа Так что Очень хорошо Что у меня есть персонаж Может быть я Какую-то дарковую команду Соберу Вот Что по обилкам Дает 30 атаки Этому юниту И во время пирсинга Дает еще 48 атаки Этому персонажу То есть Когда вот скилл включается Я еще 50% атаки Получаю А просто Ну вот На персонажа Которому он прицеплен Ну то есть Либо себе Да Плюс саппорт Либо если он саппорт То вот этой Ну вы поняли Вот этой паре он дает То есть не всей команде А только вот этой паре Вот Ну и если он мейн То он дает 15% атаки Этому юниту И 12% урона Против вот Врагов То есть его в принципе В мейн нужно ставить Но можно не ставить Да Можно его в саппорт Пихать И как вы поняли Пихают его в саппорта Потому что он дает пирсинг Это много где может подойти Потому что это такая штука Настоящая универсальная И плюс урона Да То есть просто Вот 30% Просто урона И еще полтос Урона во время Скиллухи Да Как раз таки во время Скиллухи Ты получаешь все Вот эти пробафы Максимум тебе нужно Вот этот бёрст Внести урона И соответственно Ну Подходит Такое вот дело Такие дела Да То есть перс Очень сильный считается Но просто в этом архетипе Он наверное Не лучшим образом Себя проявляет Дальше У меня тут просто Четырехзвёздочные персонажи По-моему Практически все Вот Я здесь вот Когда вернулся Сделал где-то 20 Да 20 скруток я сделал Просто потому что Мне на самом деле Не хватало персонажей То есть я смотрю Что там можно сделать И у меня просто нет Четырехзвёздочных Трехзвёздочных персонажей Чтобы просто заполнить Команду адекватно Ну а затыкая Дырки Просто чем попало Ну тоже от команды Много вот Ждать не приходится Это четырехзвёздочный персонаж Он Ну как мне кажется Здесь достаточно филерный Много чего не делает Вот Ну то есть Скиллуха В чём Ну скиллуха Дело Почему вообще Я так понимаю Его используют Она Ну а то что вы могли Может быть видеть Стреляет 15 раз Во врага Соответственно Как вы понимаете Это сразу плюс 15 Комбухе То есть это сразу Плюс 10 Соответственно Активируется Наш лидерский скил Сразу же Мгновенно Только этот скил Он нажимается Ну и это позволяет Легче набирать комбо 30 То есть опять же 15 набирается Плюс-минус регулярно И Соответственно Добить 30 Благодаря вот этому Скиллухе Становится Проще гораздо Соответственно Это наш плюс В наш копилку комбо Нашего архетипа Дальше Что по скилам Ну просто Дает 15% В хп Вот этой двойки Да Вот этому Юниту Юнит Это как раз таки Двойка Да Мейн плюс Саппорт И если Комбуха Набирается 50 Первые 10 раз Хилит Себя На 2,5% Как мне кажется Достаточно тухло Но может быть Я ошибаюсь Я не про в игре Но по мне Это Ну Ну там еще Это можно подразогнать Да Будет побольше Там будет 3,5% Или даже 4% Но это только На себя Вот еще проблема Если бы это было Вообще на всех То это было бы Поприятнее С другой стороны Здесь третий Скилл Важный Когда персонаж Стоит мейном Если хп Больше чем 60 Плюс 22,5% Атаки Всем ветреным персонажам Ну возможно Это вот можно считать Какой-то вот Комбухой То есть Вот этот второй скил Вторая обилка Позволяет Лучше поддерживать Уровень здоровья Выше 60% Но тем не менее Самое главное Как мне кажется Это Скиллуха Которая позволяет Разгонять комбу И то что Это просто Нам дает 22% Атаки Ну по крайней мере В начале боя Точно Ну и достаточно Часто Если мы можем Захиливаться Вот Но в любом случае Я говорю уже Что персонаж Такой я бы сказал Околофиллерный То есть мне кажется Потенциально На этом слоте Могут быть Другие персонажи Которых просто Сейчас еще нет В игре Ну да То есть Понятное дело Что потенциально Скорее всего Спустя какое-то время Будут команды Так же как в Арк Найтс Да Когда у тебя просто Все шестизвездочные персонажи И как бы просто Они уже Есть Да Нужные персонажи Нужная редкость Максимальная редкость Которая заполняет Все необходимые роли Для твоей команды Пока что этого нет Да Поэтому используются Менее Редкие персонажи Так вот Че у нас здесь В сопарте ставят 10 Так это лидерские Это забейте Опять же Плюс хпшки Этому юниту И когда Левитируем Плюс 13% Атаки Вертоним персонажем Ну еще резист От тундры Ну это Что-то не знаю Забейте Вот И сам прикол Потому что Сам скилл Дает левитацию То есть Когда второй персонаж У меня кастует То есть Я кастую Плюс 15 выстрелов На комбуха И левитацию Это мне дает А левитация Дает еще плюс урон Нормас? Нормас Ну тоже Перс такой За свою редкость По-моему норму Дальше Вот этот персонаж Как раз таки Третья пятерка Которая по-моему Либо я зареролился В два ветренных персонажа Вот эти две пятерки То ли Кто-то из них Выполнил То есть Либо вот этот Вайрон Либо она Выполнил Ближайшие клики Перс на самом деле Не архетипный Ну то есть Он не Не строится архетип Потому что это саппорт Но зато Он может работать В нескольких Сразу командах Вот Причем Я даже Ему можно в мейн Ставить Я видел такую команду Что он именно Лидером выбирается Почему? Ну короче Скиллуха Когда Ну просто Короче Хилит хп всем Если Персонаж Ветер То хилит его жестче То есть Соответственно Выгодно собирать Мона Команду Вообще В принципе Все команды Здесь Стремятся К монам Стихийке Но опять же Есть вот Колоссальная разница Как реализовано Это в Вичках И как здесь В Вичках Там просто Если у тебя Три персонажа Мейн персонажа Одной стихии Плюс 10% статов Если все 6 персонажей То плюс 15 статов Да И И все Как бы Ты максимально этим зажат То есть нет такого Что Блин Я хочу взять Какого-то персонажа Который Пусть не будет Получать бафы Команды Но он сам по себе Лучше заходит сюда Например Там такого нет То есть ты можешь Да Убрать одного персонажа Стихийного Просто потерять все бафы Но просто из-за того Что персонаж там Посетит сильный Здесь этого нет Да То есть ты можешь Взять в команду Какого-то Не стихийного персонажа Который Будет лучше Подходить в архетип Но при этом Скорее всего Он не будет Получать вот эти все бафы То есть вы заметили Что здесь много Есть такого Что вот Именно Расчет на Стихийку Да Но тем не менее Это не ограничение Да То есть Те персонажи Которые стихийные Они будут этот баф Получать Сразу Вот Короче И опять же Дает левитацию То есть Хил плюс левитация То есть у меня два персонажа Дают левитацию В команде А левитация Напомню Это плюс дэмэдж Дальше Ну вот Лидерский Почему ее в лидерский ставят То есть Опять же Пока У Ветреных персонажей ХП больше 60 Плюс 80% Атаки Этому персонажу То есть Ну Просто нужно поддерживать ХПшки Да И получаете 80% Атаки Из Но Опять же Вроде как Не через нее Все таки отыгрывают Абилки ХПшки Опять же Ветреным персонажам И пока левитация И еще Плюс 30% Атаки На ветреных персонажей Хм Ну вот почему Понимаете Почему команда называется Комбофлот Да То есть Я очень много бонусов Получаю На комбофлот И на полет Вот Ну и Вот я еще не открыл Этот скил Если персонаж Стает мейном ХП Персонажей Ветреного Когда в ветреных персонажей ХП Опускается ниже 60% Первый раз Хилит на 15% Ну блин Одноразовая хилка На 15% В общем-то Опять же Вроде прикольно Но Не знаю Я просто сейчас Пока не вложился В это дело Вот Но как вы понимаете Достаточно приятный персонаж Потому что он Дает левитацию И дает хил Ну и бонусы На урок И вот ключевой Кор персонаж Вот эта трешка Прикол в том Что это вообще Мега имбовая трешка Которая По-моему Там вообще В каждой первой команде Сейчас есть Любые стихии То что она Типа Супер вообще Мега имбовая Вот я ее получил Мне повезло Я получил за 20 клик Которую вчера Сделал вот эту Трешку Там прикол в том Что увеличенные Рейтинги на нее Были 3,5% Ну вот Первая десятка Я ее не получил Но второй получил Благо И вот эта четверка Которая Стоят вторым юнитом Вот они мне Выпали тоже То есть там был Раньше вообще мусор Какой-то рандомный В чем прикол Вот этой Персонажей Почему он такой Имбовый Здесь нас интересуют Обилки 20% атаки Лидеру И когда Скилл активируется Этим персонажем То есть вот этой парой Еще 7% Атаки лидера Максимум 28 Это еще не максимально Там по-моему До десятки можно добить То есть соответственно Будет 30 Да? Нет? Ну короче 7 4 Нет 40 40% То есть можно разогнать 40% Урон Главному персонажу Каждый раз Когда ты активируешь Скиллух Как вам такое? Причем Когда скиллуха Активация скиллухи Увеличивает Зарядку Скилла Главного Главного персонажа То есть Эта штука Еще и позволяет Вашему главному Ну лидеру Кастовать свой Скилл чаще То есть вообще Мега имба Первый раз просто Дико жесткий Очень 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 Мета образующий Так скажем Сейчас Я очень рад Что мне он выпал И вот в сумме Это стало напоминать Как какую-то Смысленную команду То есть когда я стартанул Вот без вот этих двух У меня по-моему Вот этот по-моему Был Вот ее точно не было И вот ее не было И соответственно Ну Команда не работала Так как надо Получалась какая-то Вата Да то есть Можно конечно Воткнуть что попало Но я уже объяснил Что попало Работать не будет Да то есть То есть Оно вроде бы дает Какие-то бонусы На что-то Что у меня не используется Практически Да Чем я не наношу толком урон И соответственно Ну да Вроде бы Что-то делается Командой А урона не хватает Все равно Блин Как же оно Душно работает Я еще вот что хотел показать Совсем забыл Есть еще такая штука Как пушки И души О чем я вначале рассказал Они тоже как бы В эту общую копинку идут То есть вы их тоже Стараетесь подбирать Под ваш архетип Под ваш стиль игры Что вообще здесь есть У вас есть три пушки И три души На самом деле Почему так сделано Вот с душами Сейчас покажу Я не знаю Но это не очень удобно По-моему Не очень интуитивно И вообще бессмысленно Ну пушки вы просто меняете Соответственно Вот этот лук Рекомендуется использовать Ну вообще все Все что здесь стоит Все по рекомендациям Я взял Потому что Вроде как альтернатив То особо нет Смотрите Каждая пятнадцатая атака Сделанная этим персонажем Дает два с половиной процентов Атаки Ветреным персонажем Максимум 25% Плюс это можно разогнать То есть так как у нас в команде В основном в команде Ветреные персонажи Мы просто стакаем атаку Да Нанося урон Ну и когда камбуха достигает Тридцаточки Первые десять раз Плюс Пять процентов Скилл заряду Этому персонажу То есть опять же Позволяет ультить чаще Ну а ульт у нас Это основной урон Здесь на самом деле То есть весь урон То есть крутится Вокруг урона лидера Соответственно Мы хотим Стакать ему атаку Всеми способами И заряжать ему Ману тоже Всеми способами Дальше Здесь что у нас делает Мечек Когда скилл заряжается Этим персонажем Первые три раза Плюс 6% Скилл заряду Всем ветреным персонажам Тоже опять же Позволяет нам Поставать Скиллы чаще Но я так подозреваю Это пока что Такая опция Пока нет ничего И опять же Когда левитация включена То есть Скилл персонажей Всегда включается Ну то есть Вот эти два чела У нас всегда включают Левитацию Ну атака Ветреных персонажей Плюс 30% То есть Понимаете Прокаст получается То есть Прокастовали персонажи Вот эти скиллухи Включили левитацию Пирсинг Все вот эти бонусы Включились Ну и мы там Разорвали все на свете И души В чем неудобство души Как по мне То есть это такой Дополнительный слот Души делаются Из оружия То есть Вы берете оружие Разбираете его И получаете В общем-то Кор Ядро этого оружия Которое Вот вы вставляете Сюди И он дает Тоже бонус Дополнительный Блин Что-то не то это Вот По сути дела Это просто Дополнительное Вот Опять же Усиление Вашей команды Да Но почему-то Это сделано так Что Вот этот кор Блин Где-то кстати Посмотреть-то Почему-то Вы этот кор Вставляете В мейн персонажа Вот в менюшке Вот этого Мейн персонажа То есть Ну На одну пару Идет только один кор Вот этот вот И это сделано Вот в этом моноборде Зачем так сделано Я не знаю Почему не сделать было Просто вот эту ячейку Которая под персонажами В которой ты выбираешь Что туда поставить Какой Как бы Кор И все Не знаю То есть вот Чтобы менять кор Нужно Зайти в персонажа Зайти в его моноборд И вот здесь Только его поменять И поставить Вообще Максимально Непонятно Неудобно Это сделано Кстати я не знаю Разламывается ли он Если его вынуть Я просто один Всего поставил Я не хочу Экспериментировать Но если он просто Переставляется Ну скорее всего Он должен просто Переставляться Я не понимаю Зачем это убрали В такую менюшку В такую жопу Несколько лишних Прокликов Нужно делать И соответственно Лишнее Драчилова Заниматься То есть если ты Заменил моим персонажем То нужно будет Зайти в того персонажа В котором он стоял Насколько я понимаю Вынуть оттуда Этот кор Зайти в нового персонажа Которого я поставил Мейном Воткнуть в него Вот этот кор То есть вот эта ячейка Вот этот кор стоит Здесь Хотя это можно было Просто в команде Там сделать отдельно Вот он Такой томик я разобрал Опять же Когда персонаж Мейн Причем Коры ставятся Только в мейны И когда комбуха Достагает 15 Добавляет 6% Скилл дэмэджа Максимальная 30 То есть опять же Разгоняем Комбухами Урон Наш Вот Два Вторых Коры у меня нету Вот Ну тогда рекомендуется Ставить Коры от луков Которые у меня на мейне Которые я уже показывал Которые тоже там Разгоняет атаку Вот То есть этот же эффект Будет дополнительно Еще стакаться На вот Два раза вот здесь Тоже опять же Добиваем комбухи Получаем урон На ветреных персонажей Еще больше Вот Просто нужно достать Еще Луков этих Я не знаю Чего лучше Сначала первые луки Как бы В ранг Сюда кидать Или в душ Мне кажется Наверное в душ Да То есть нужно Еще вот выбить Два лука Разобрать их на коры Воткнуть сюда Вот в этот персонаж коры И сюда в этого коры То есть почему нельзя было Сделать вот здесь Просто сюда кликаешь Да и выбираешь Какая здесь установлена кора То есть вот Я не могу сюда вот здесь Вот сюда кликнуть И выбрать Понятно Ну мне нужно Войти в персонажа В монобор Ну что за бред Не знаю Это единственное Неудобство Которое я Обнаружил в игре Но как бы Ладно Благо ты не часто Занимаешься Такими Перестановками Ты скорее всего Один раз Собрал команду И там На тысячу лет Да Потому что Трубоизменения У тебя Не происходят Постоянно И особо там Как-то Подстраивать Свою команду Под врагов Ты скорее всего Не будешь Да Потому что Ты подстраиваешь Команду Под архетип Вот Ну давайте Еще раз Пройдем Ту Шоколадную Птицу Возможно Вы Теперь с большим Пониманием дела Сможете оценить Происходящее Да Когда я вам рассказал Плюс-минус Как работает Архетип Ну соответственно Как вы понимаете Другие архетипы Отыгрывают От других вещей Там тоже Ты стараешься Находить персонажи Которые будут Бафать именно то Что тебе нужно Да Там Пауэрфлип Например Вроде как Сейчас самая Турбометовая Самая такая Турбо-хайповая Является Огненный Пауэрфлип Архетип Потому что Вроде как Тут добавили босса Новую редкость То есть Опять же На старте было известно Что будет скоро Босс Там максимальной редкости С которого Будет фармиться Три Каких-то самых Ну Самых редких Шмотки Вот эти Блестящие такие Да Как у меня Вот этот лук Например И они все будут На вот этот Пауэрфлип Рассчитаны Наверное Рассчитаны На огненный Пауэрфлип А да Кстати Не сделаны Коры Да нет Правда Коры Вроде по стихиям Коры не делятся Пушки по стихиям Делятся Тоже дополнительно А коры По-моему Они бестихийные Те я что-то Не обратил внимания Ну это не суть Важно Да Этот архетип сильный Ну а другие архетипы Пока ждут Там обнов Так скажем Вот Но у меня нет Ничего там на огонь Вот еще проблема У меня там вообще Что-то открываешь Там один или два Четырехзвездочных персонажа И трехзвездочные И то не все Да Я очень сомневаюсь Что там Может что-то собрать Просто прикол в том Что как раз таки Продуктив вот этой Шоколадной штуки Как раз хорошо бы зашла Огненная команда Она как раз таки Уязвима к огню То есть у меня там Бафы были бы Да Преимущества Но у меня нету Огненной команды Я очень сомневаюсь Что огненная команда Из трехзвездочных персонажей Будет играть лучше Чем вот Непрофильная команда Но зато Прям с хорошими Пятизвездочными персонажами Ну и опять же Там собирать надо Это время А времени Тут вот Ивент идет Всего две недели Ну может быть он идет дольше Но вот я начал Вчера было 16 дней Уже оставалось Сегодня Меньше на один день Как вы понимаете Если я потрачу еще там Пять дней На сборку этой команды Чтобы там собрать Количество опыта Вточить им уровни Достать где-то Нужно будет Ну опять же Трехзвездочных персонажей Нужно будет чем-то пробить Да То есть У них я уже сказал Максимум уровень 60 будет А мне нужно Ну вроде говорят Что огненной команды Хватает 70 То есть это нужно будет Как минимум по две Вот этих вот Где-то Пробивалки достать В общем вы поняли Все это Все это Напряженно И накладно Скорее всего Не сработает Возможно Имеет смысл Лучше В эти несколько дней Попробовать Вложиться пожестче В свою команду Которая у меня уже Хотя бы есть Может быть ее хватит Начнет хватать На то чтобы Проходить Самую жесткую Тип миссии Но не уверен Вот То есть Ну вот Двасаточка комбы есть Но опять же У меня ключевые Как вы поняли Отметки Это 10 Помба Вот видите 10 набралось Все я получил бонус На этом бой закончился Блин Игра по-моему Стала еще хуже работать Спустя часа на эмуляторе Или она так и работала Вот Но тем не менее Да то есть И 30 То есть Самая главная отметка У меня это 30 Которые начинают Мне накапливать бонус урона Кстати Если накапливается 10 От 10 и больше То есть Вот эта вот Вертуха Заряжается Да И там Не помню на сколько Там по-моему На 50 что ли Комбы Заряжается Самая вертушная Вертуха И прикол в том Что вот если В этот момент Еще пирсинг есть То есть Вот этой вертухой На пол экрана Заряжаешь Просто Сквозь всех врагов Это очень прикольно Выглядит Мне прям нравится Вот Но у меня команда Опять же Разгоняется постепенно Да То есть Может быть Команды рассчитаны На пауэрфлип Они работают сразу Не знаю Может быть Там тоже есть Стакающиеся бафы Но по факту Мне нужно набирать Комбухи Да То есть Получается Потихонечку Бафчики Вот Ну и ждать скиллы Потому что Все идет в скиллах Первая зарядка скиллов Происходит практически Одновременно И это там Самый жесткий прокаст Идет Потом они начинают Рассинхрониться Да То есть Вот вам баф На лидера На левитацию Пошла там Пирсинг включился Все Пошел разрыв Просто Опять же Еще там Плюс комбуха Плюс 15 комбухи Заряжаешь Еще левитация Да Вот комбо за 30 Уже залетело Благодаря этой скиллухе Так-то она не вылетала Вот я просто Ношусь на пирсинге Сквозь врагов На пирсинге И на этом И на левитацию Да То есть Видите Персонаж вообще не падает Ну то есть Он Антигравитационный Становится И прям Миллион урона Залетел На этой птице Сразу То есть У него было Где-то столько Да До прокастов Вот она Вертуха там Жесткая пошла За количество Камбы И после прокаста Там я снял Где-то 3 хп Все эти птицы Ну и дальше Опять Просто ждем Когда у нас Все это дело Зарядится И опять Она там Начнет Разматывать По жесткому Да Такая штука Как февер Заряжается Она Когда ты Атакуешь И если ты Не атакуешь То есть Не попадаешь Ни почему Она начинает Потихонечку Разряжаться И когда она Включается То есть Появляются Такие вот Такие штуки Опять же На разных боссах Они в разных местах Находятся Да Но эта штука Позволяет Как вы понимаете Держаться В поле боя Как можно больше То есть Заряжаться Опять же Комбо Становится Проще Легче Быстрее Вот Ну и урон Вносить Тоже Пошел Пошел Скилл Здесь Продук Видите Получается Так что Лучше бы Конечно Сначала Саппорты Нажимали Свои скиллы А потом Уже Мейн Чтобы я С этим Пирсингом Еще и Флоут Имел При этом Доверх Чтобы это Полный проказ Было Так Получается Что у меня Уже Мейн Скилл Заканчивается Только потом На втором На второй Ротации Подтягиваются Саппорты Но это Из-за того Персонажи Которого Рекомендуют Потому что У него Меньше Скиллга Уже И соответственно Они будут Более синхронно Заряжаться Возможно В этом прикол Возможно Прикол в том Что Ну Вы видели Что у меня Очень много Бафов Именно на Воздушных Персонажей И Пусть он Там Трехзвездочный Но вот эти Все бафы Когда сложатся Он в итоге Будет давать Все таки Больше урона Чем Вот этот Вайрон Который Не получает Бафов О моих Стихийных А просто Дает Вот эти Свои Свою Игру Играет Так скажем Ну блин Он персинг Дает Персинг Прикольный Мне нравится Все Пошла Жара Сейчас Минус птица Будет Все Минус птица Ну Дольше Достаточно Получилось Может быть Из-за лагов На телефоне Я играл У меня Где-то 7,5 Минут Остается То есть 2,5 Минут На бой И Пару раз Я умудрился Даже Закрыть Закомбилось Как надо И вот Получилось Закрыть За 2 минуты На С плюс Ранг И дали 4 сундучка За те бои Но Стабильности В этом Нету И Блин Что-то я не близко К тому Чтобы закрывать Следующую Сложность Там вообще Даже не близко Вот Хоть как-то Я не говорю На С плюс А хоть как-то Ну потому что Стихия не подходит Вот Ну в общем-то Как-то так Ребят Да То есть Надеюсь Вы примерно Прочухано В чем тут Прикол Да Почему Эта игруха Почему люди играют В эту игруху И чем она Заинтересовывает Несмотря на то Что как бы Все что за пределами Тимбилдинга Оно Ну так Просто Обычно Или просто Оково Да То есть Блин Вообще даже На СП я не получил Скажите Меньше 3 сундуков Дадут или нет Потому что за СП дают 3 сундука Это стопы У меня Куча экспы дают У меня был там 20 уровень Когда я начинал Все это делать И там буквально Я прохожу Этого босса Просто закончить Да Всего лишь 2 сундука Но это посос Но зато дали Дали зато Нужные Подарочки Вот Я не мог закончить Просто играть У меня стамина не заканчивается Она у меня в плюс уходила Прикол Да Потому что я Там 2 боя Это 30 стамина Получаю уровень Получаю 70 Я в плюс И в плюс постоянно уходил Ну сейчас вроде замедлилось Это дело И бесконечно играть Не получается уже Вот Но это опять же Вопрос А минусы Потому что Ну Бой там 4 минуты Да 3 минуты 20 боев сидишь Это уже Блин Сидишь полтора часа Стамины все еще дофига А ты все еще никак не можешь уйти из игры Но это опять же проблема начального Я думаю Позже будет проще Но Правда я не знаю Сколько долго Фармятся Самые жесткие боссы Кстати еще насчет жестких боссов Вот последняя мысль Которую вспомнил Будем заканчивать уже точно Видел такую жалобу Что мол Ну здесь есть коп режим Я вроде его показывал Вот и есть боссы Прям супер мега сложные И Был такой комментарий Или темка на реддите Что мол В рандомах Там вообще нереально Заходить Потому что Туда заходят Какие-то Адовые новички И там социалово Происходит тотально А все кто Уже прям MLG про Смешарики Они сидят В приватных Группах своих И то есть В паблик Не попадешь с ними В игру И соответственно Коуп он вроде бы Как бы есть И вроде как плюс Но именно из-за того Что игроки Так разделились Ты практически Всегда с гарантией Получаешь слабых Игроков в коопе По рандомам А сильные игроки Тебе не попадают Что не очень Да И это вынуждает тебя Либо Тоже опять же Где-то кем Искать С кого-то С кем-то Договариваться Да А так просто На рандоме Не поиграешь Ладно Как раз таки Отсюда договаривание Там Дискорда Мне пишут Ладно Давайте на этом Будем заканчиваться Плюс-минус Если ролика Все-таки По улдфлипперу Не было Вот он есть Теперь Я плюс-минус Рассказал Что я хотел сказать Об этой игре Если вы С игрой не знакомы Были Она прошла Наверное у вас Может быть Вы на нее Обратите внимание И поиграете Даже Я пока думаю Возможно Продолжать У нее сидеть Потому что Не вот что Игр К сожалению Вичка Скорее всего Сдуется Уже Совсем Совсем Скоро А я все-таки Обычно Люблю Игры Которые Долгоплановые Долгосрочные Потому что Ты потихоньку Что-то накапливаешь У них Ты начинаешь Чувствовать Что у тебя Начинает Что-то работать В том же Геншине Спустя 9 месяцев У меня уже Более-менее Что-то есть Уже Есть чувство Что вот Я не супер Бомжара По крайней мере Полнеешь Да И вот Ну А когда ты играешь В игру Месяц Какая разница Что ты там Нафармил Что у тебя Вообще Зачем ты это делаешь Спрашивается Да То есть Какого-то Предмета Ценности Не представляет Потому что Ты понимаешь Что ты вот Сегодня-завтра На игру забьешь И спрашивается Зачем все это Делаешь Почему не забить Сегодня Ну в общем Вы поняли Тема Она достаточно объемная Но в двух словах Если говорить Ладно Давайте На этом будем Заканчивать Еще увидимся